Всем привет, я в Барселоне, здесь дождик, поэтому я под зонтиком стою. В общем, сейчас хочу снять рубрику «Ответы на вопросы». Буду снимать из разных локаций. Неделю назад я просила вас задать в директ вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы. В общем, их получилось очень-очень много, поэтому постепенно за сегодняшний день хочу на них ответить. Ответ на первый вопрос будет на фоне вот такого вот памятника. И вопрос был следующим, на чем я зарабатываю. Первое. У меня есть основной бизнес, это шапки Мисс Вули. Мы работаем и продаем активно шапки, начиная даже с конца августа и заканчиваем в конце февраля. Далее. У меня есть курс по созданию фото, контента для Инстаграм. Там не только про то, как делать фотографии красивые, но и то, как делать фотографии, которые будут откликаться у вашей стилевой аудитории. Я рассказываю, как стать популярным блогерам и еще много чего рассказываю. Также я консультирую по всем вопросам продвижения, создания контента. Меня привлекают разные компании для создания фотоконтента. И вот сейчас у меня будет прям очень крупная коллаборация с мировым брендом, я бы даже так сказала. А попозже немножечко об этом расскажу. Следующий вопрос, который вы задали мне в комментариях, это какой у меня бэкграунд, кто поддерживает родителей, муж, молодой человек, спонсор. В общем, версии абсолютно разные, как всегда. Три с половиной года назад я переехала в Москву, четыре года будет 2 ноября, и мы с моей ближайшей подругой эту дату отмечаем как реально событие. И она даже для меня важнее, в смысле дата, чем мой день рождения. Ну, я отвлеклась. В общем, родители у меня живут в Минске, а мужа на данный момент у меня нет. И, собственно, с самого начала, как только я переехала сюда, я рассчитывала только на себя, и никто мне не помогал. Поэтому все, что у меня получилось, это получилось потому, что я прилагала какие-то усилия. Вот. Что касается поддержки, то вначале, когда я приехала этим человеком, который меня больше всех поддерживал, была моя подруга, дальше я уже стала потихоньку знакомиться, обрастать товарищами. И вот сейчас есть люди, которые со мной, с которыми мы составляем такой очень прочный, крепкий, интересный союз. Таких людей немного, но они есть. Так что, если говорить про поддержку, то скорее это люди, которые пришли в мою жизнь, это подруги. Что еще хочу сказать вот на эту тему. Меня часто задают вопрос, что делать, если близкие, родные, ну, в смысле, кровные родные не поддерживают. Ребят, ничего не надо делать. Будьте готовы к тому, что, ну, действительно, именно родственники вас не будут поддерживать. И в целом это нормально. Я не вижу ничего в этом такого страшного. Просто найдите людей, с которыми вы будете звучать в унисон и которые будут понимать все то, что вы переживаете. Моей большей поддержкой являются мои друзья, но никак не родители, не родственники. Ребят, я переместилась в кофейню. И следующий вопрос, который вы мне задали. Как ты проводишь свободное время, где черпаешь сила? На самом деле, ну, как минимум поездки, это то, что дает мне обыкновение, дает мне силы, дает много взгляд на какие-то привычные вещи. Как бы это реально банально, клишейно не звучало, но это действительно так. Потому что только уйдя из привычной локации, ты можешь посмотреть на себя прежнего и оценить, что ты делал так, что ты делал не так. И, в общем-то, что было бы хорошо исправить. Поэтому поездки это то, что дает мне новые идеи, даже не сколько сила, а именно новые идеи. Что касается сил физических, я стараюсь возненамливаться обязательно. То есть, если я понимаю, что я переработала или у меня нет энергии, то я стараюсь замедлиться и, в общем-то, провести какое-то время вне работы, вне социальных сетей. Стараюсь и не думать о работе. Хотя для меня это сложно, потому что, как говорит мой знакомый, то, что я уже вообще встала своей работой, то я просто, знаете, не воспринимаю это как какой-то труд, прям такой сложный, дитанический. Вот, собственно, поэтому я два раза в неделю стабильно, никуда не хожу, сижу дома, лежу, смотрю какие-то дурацкие видосы на Ютубе. Стараюсь оградить себя от умственной деятельности. Также, если говорить про какие-то мои врачения, то я очень люблю называть вид, для меня это реально удовольствие. В последнее время я могу полноценно назвать, что это мое хобби, потому что я не могу становиться, мне прям нравится снимать, и я от этого получаю удовольствие. Вот, я стараюсь ходить на спорт, обязательно встречаюсь со своими хорошими товарищами, подругами, и очень много гуляю по Москве. Это тоже то, что дарит мне вдохновение и силы. Следующий вопрос, который мне задали, это какие у себя планы на ближайшие годы. На самом деле, я далеко вообще не планирую ничего, у меня есть какие-то цели, касающиеся бизнеса, да, и они буквально на год вперед, то есть я могу предположить, что я буду, условно, делать там в конце 2017-го, в начале 2018-го. Глобально планы я боюсь расписывать, потому что, знаете, как я раньше очень часто их расписывала, и когда они не сбывались, у меня не сбываются планы, потому что постоянно все поворачивается довольно кардинальным образом. Вот, там все мои эти переезды, поездки, какие-то новые проекты, поэтому я загадывать ничего не хочу, я знаю точно, что я хочу вести блог, я знаю точно, что я хочу продавать и развивать свои шапки, я знаю, что я хочу писать блог, продолжать. Вот, есть какие-то цифры, к которым я стремлюсь, но вот что-то такое конкретное я озвучивать даже не вижу смысла, потому что, ну, действительно, все меняется, да, условно полтора-два месяца назад я даже не думала, что я буду снимать столько блогов, или я не думала, что это полгода назад, что у меня будет курить после дания фотоконтента и так далее. Поэтому, знаете, это немножечко не моя история, хотя, конечно, когда ты понимаешь, что ты хочешь, когда у тебя есть цель и за пределами жизни, это однозначно куда более толкает тебя, да, к развитию. Вот, но у меня как-то так. Я очень долго, знаете, себя обманывала, писала все эти планы, писала цели, они абсолютно все были не мои, поэтому зачем заниматься обманом, то есть я могу вам сейчас сказать, да, там у меня пишут в Москве, там, еще что-то, приехать в Лос-Анджелес, но смысл, смысл, если это будет все не мое. Вот, короче, я в творческом поиске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!